В Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге можно увидеть Евангелие, молитва слов, изложение православного учения на японском языке. Все экспонаты подписаны рукой святого равноапостольного Николая Японского, который полвека нес миссионерское служение в стране восходящего солнца. В этом году отмечается столетие со дня кончины святителем. На выставке побывали и наши корреспонденты в северной столице. Я здесь совершенно один русский. Так писал в своем дневнике святитель Николай Касаткин. И так называется выставка. Что заставило выпускника Санкт-Петербургской духовной академии уехать за тысячу миль от родной земли и оставаться со своей паствой даже во времена русско-японской войны. На выставке представлены дневники святителя Николая, где он предельно честен с собой. Мой единственный смысл жизни и радость – просвещение Японии православием. И я верю, что сие будет. Верю так же твердо, как верю в Бога. Когда 151 год назад отец Николай приехал в Японию, не было ни учебников, ни молитвенников на японском языке, а были только протестантские молитвословы. Молодой священник сам изучил японский язык, а после перевел священное писание и другие богослужебные книги. Язык он знал настолько, что впоследствии японцы писали, что Иван Бесич Касаткин, он же Николай Японский, знает японский язык гораздо лучше, чем многие японцы, даже образованные. На выставке представлены не только плоды титанического и аскетичного труда святителя Николая, но и переводы крещенных им японцев. Около 500 изданий, выпущенных русской православной миссией за 50 лет, святитель Николай сам лично подписал и отправил в императорскую библиотеку. Теперь эти книги могут увидеть петербуржцы. Почему пришла идея? Потому что увидел, что в нашем фонде присутствуют многие-многие-многие издания. Я тогда еще не знал, насколько много их, но уже видел на полках, что вот там-то стоит молитвослов им переведенный, там-то стоит Новый Завет им переведенный, какие-то его ученики, и все подписано его рукой. Какие-то редкие материалы, которые не каждый день увидишь. Кроме этого, Николай Японский создал духовную семинарию, которая готовила крупных специалистов-русистов-переводчиков. Благодаря им японцы узнали Достоевского, Чехова. Будучи востоковедом-японистом, в свое время я даже пытался написать курсовую по его житие, по его творчеству и его рукописаниям. Ну, как вы понимаете, это было 70-е годы, тогда это было невозможно. Поэтому я поражен богатством представленной выставки, где столько источников на русском, на церковно-славянском и даже на старой японском языке. Сохранились в фондах библиотеки фотографии из погребения Николая Японского. Святитель шутил, даже испытывая сильнейшие предсмертные страдания. Вот, говорил, смотрите, не забудьте написать в некрологе, что он где страдал. Есть и такие строки в его дневнике. Грехи грехами, но не ими и не для них я жил. А была у меня идея жизни. Служение вере и Господу. Служение вере и Господу.